Когда вы говорите с кем-нибудь о дрилл-музыке, то вы обязательно вспомните Поп Смоука. А почему? Да потому что за 20 лет своей жизни, из которых он два года посвятил музыке, Поп Смоук показал американской рэп-сцене иной вектор звучания. И, кстати, не только американцам, но и нашим. Но неожиданно для всех он умер, когда несколько человек вломились в его дом. В этом видео мы расскажем вам историю жизни этого гангстера, и вы узнаете подробности его гибели. Поехали! А вам, мои уважаемые гангстеры, хочу предложить отличное место, где можно выпустить пары «Расслабиться». Это онлайн-экшен War Thunder. Туда как раз ворвался легендарный А-10А-бородавочник. Тот самый звук семиствольной пушки, а также целая ветка израильской наземной бронетехники в свежем обновлении «Ветер перемен». А если ты захочешь чего-то уникального, помимо масштабных соревнований с другими игроками, прими участие в регулярных событиях War Thunder. Крути виражи на мультяшных самолетах, играй в танковый футбол, участвуй в гонках или опробуй футуристичную технику против пустынного червя. С последним обновлением все текстуры в игре были переработаны, а визуальные эффекты улучшены. Пройди путь развития техники от начала до конца прошлого века. Тебе доступны как известные машины, так и редкие прототипы. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай уникальные бонусы, премиальную технику Второй мировой и ресурсы для быстрой прокачки в начале игры. Спеши, скоро подарки закончатся. Настоящее имя рэпера Башар Барака Джексон родился 20 июля 1999 года в Нью-Йорке, США. Его мать была с Ямайки, а отец эмигрировал из Панамы. Мой батя тоже с дредами, но вообще не черный. Слушай, да если бы этот нигдер подъехал, ты бы его не узнала. Он даже говорит с испанским акцентом. Ола. В основном воспитанием занимались его друзья, а не семья. Рэпер вырос в районе Бруклина, где жили дети богатых родителей, которые носили дизайнерскую одежду и пользовались зубной нитью. Когда Смоку было 13 лет, ему дали на улице пощечину, сняли инцидент на видео и выложили в соцсети. Песня PTSD он вспомнил этот инцидент. Спустя 7 лет после происшествия он отомстил, набросившись на одного из детей, которые дали ему пощечину с криком «Ты меня помнишь?» Попсмок носил в школу оружие, потому что там было небезопасно, но старался получить аттестат, чтобы порадовать мать. И все же рэпера выгнали из восьмого класса, обнаружив у него пистолет. После этого парень два года находился под домашним арестом. Он начал заниматься делами на улицах и был участником бруклинской банды GS9. Держи, дрипа. После увиденного дрипа время посмотреть на его музыкальный творческий путь. С ранних лет он слушал хип-хоп-музыку и R&B. Джей-Зи, Бигги, Димекс и, конечно, 50 Cent были его кумирами. Если выйти за рамки хип-хопа, то он очень сильно любил Майкла Джексона. Он любил играть в баскет, но в 15 или 16 лет врачи обнаружили у него шумы в сердце, и ему пришлось нажать на тормоза. У него было три пути. Спорт, продажи наркотиков и музыка. И тут открылась для него музыка. Правда, первые тексты он писал в 2012 году, но начал делать музыку только в 18 лет. Он познакомился на студии с Джей Гуаппо. Джей заснул, потому что слишком был под кайфом и не смог уже встать с дивана. Уже заплатив за студийную сессию, поп поднялся и взял микрофон, чтобы впервые попробовать читать рэп. Он начал делать ремиксы на популярные песни бруклинской дрилл-сцены, подыскивая биты на YouTube. В интервью для Genius рэпер рассказал, как он придумал псевдоним. Поп Смоук — это комбинация слов «папа» и «смоук о гуапп». Его бабушка дала ему прозвище «папа», а друзья детства всегда называли его «смоук о гуапп». Но его друзья не хотели называть его «паппой», поэтому они решили называть его «поп». «Поп» и «смоук» просто смешались вместе. Итак, Башар придумал имя, которое стало известно всему миру — «Поп Смоук». И под данным псевдонимом он начал свой творческий путь. Но все изменилось после одного знакомства. Забавно, что сначала «поп Смоук» написал ему в Инстаграме, но тот не отвечал ему. Но начинающий рэпер был полон решимости и написал ему уже на почту. И тот выслал ему несколько битов. Удивителен тот факт, что рэпер из Бруклина вдохновился сценой UK-дрилла и делал совсем не то, что делают рэперы из восточного побережья. А в Чикаго рэперы являются сторонником музыки «поп Смоука», потому что там нет ничего из того, что делают они. С 2016 по 2018 он тащился под рэл-музыки. И неудивительно, почему он начал выпускать треки именно в этом жанре. А далее он выпускает «Welcome to the Party». Песня была написана лежа в кровати за 30 минут под перкассетом и алкоголем. Сам артист даже не думал о том, что песня выстрелит так сильно, потому что он ее писал для своих ребят. Но для него это стало переломным моментом. На момент выхода песни «поп Смоук» еще отказывался принимать жизнь рэпера, несмотря на свой успех. Он продолжал торговать наркотиками и участвовал в бандитской жизни, только чтобы получить деньги. И летом выходит «Me to the Woo», где трек «Диор» стал главной жемчужиной альбома – гимном бруклинских улиц. Думаю, вы уже заценили его агрессивный и низкий голос. С таким голосом нужно было идти в президенты. И в конце 2019 года он знакомится с Трэвисом Скоттом и выпускает трек на альбоме «Jack Boys» под названием «Гати». Однажды в интервью он говорил, что проблемы его находят сами. Так и произошло в начале 2020 года. Его задержали в аэропорту имени Кеннеди, обвинив в краже черного Роллс-Ройс стоимостью 375 тысяч, которые он одолжил для съемки клипа в Калифорнии. Следствие считает, что артист вывез Роллс-Ройс в Нью-Йорк в кузове грузовика, а затем опубликовал в Инстаграм фото, где он позирует перед украденной машиной. По данным следствия, машину артиста нашли припаркованной возле дома его матери в Бруклине. Следствие полагает, что артист познакомился с владельцем нового Роллс-Ройс на студии звукозаписи в Лос-Анджелесе. По словам сотрудника правоохранительных органов, владелец, чья личность не была указана в обвинительном заключении, разрешил рэперу одолжить свою машину для клипа с обещанием вернуть ее на следующий день. Когда этот день наступил, чиновник сказал, что владелец не смог дозвониться до Поп Смоук и попытался выяснить местоположение Роллс-Ройс, используя GPS-слежение на автомобиле. Поп Смоук был освобожден под залог в размере 250 тысяч долларов. Сам рэпер сказал, что все обвинения являются ложью. А 7 февраля 2020 года выходит Me To The Wood 2. После прослушивания альбома может возникнуть ощущение, что он реально агрессивный человек, но стоит посмотреть его лайв-видео, этот миф развеется сразу. Я не хочу никакой гангстер-битч, я не хочу никакой гангстер-битч, я не хочу никакой гангстер-битч, я не хочу никакой гангстер-битч. Мы обоих идем в жилье, я должен звонить мою маму, чтобы заплатить меня. В 2020 году Drill Music захватила рэп-сообщество, с каждого уголка любого города в тачках играла музыка рэпера. К роковому дню вернемся чуточку позже и забежим вперед, дабы обсудить первый посмертный альбом Shoot From The Stars – Aim From The Moon. Этот альбом продюсировал 50 Cent, и это символично, ведь поп-смок вдохновлялся легендой рэпа и отражал это в музыке. Если вы знакомы с дискографией поп-смока, то вы знаете, что он называл себя королем Нью-Йорка. Но кто еще себя так провозглашал? Да, 6ix9ine, который спокойно качался по гэнгстерсу и утверждал, что эти слова не про него. У каждого было такое выражение лица, как у Академикса в этот момент после услышанного, ведь все прекрасно знали истину. И вот мы подошли к самому грустному и неприятному. Поп-смок был убит 15-летним участником уличной банды. Вместе с группой других юношей с целью ограбления они проникли в арендованный рэпером дом в Лос-Анджелесе 19 февраля 2020 года. Преступники пришли за дорогой цепью рэпера и часами ролик с украшенными бриллиантами. Преступники потребовали, чтобы он отдал их. Тот сделал вид, чтобы подчинился, и они даже сказали ему спасибо. Но затем рэпер набросился на грабителей. Один из них сделал три выстрела в грудь, после чего убийцы еще некоторое время пинали рэпера ногами. По данным полиции, четверо преступников были участниками одной и той же уличной группировки. Они нашли арендованный на Airbnb дом благодаря публикациям в инстаграме рэпера. И действительно, он ушел с боем, хотя он мог спокойно отпустить их и остаться живым. Реанимобиль отвез рэпера в больницу, где ему сделали таракотомию, но ранения оказались несовместимы с жизнью. Попсмоук умер в той же больнице, в которой скончался другой нью-йоркский рэпер Нотариус Биайджи. У Попсмока есть еще один посмертный альбом Faith, но это уже немного не тот продукт, который мы получили на Shoot from the Stars, Aim from the Moon. За столь короткое время Попсмок оставил огромное наследие, и его музыка будет жить вечно. А следующее видео, которое я рекомендую к просмотру, это история дрилл-музыки.